Евгения Григорьевна Полищук 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 человеком верующим, в более глубоком понимании этого слова. То есть вы посвятили свою жизнь Богу, вы родились в семье, где люди веровали в Бога. Как вы вот внутри сами, как человек, боролись с этим? У вас не было обидно Бога, возмущение? Как вы приняли вот это? Ведь всё-таки от Бога всё, мы понимаем, приходит в нашу жизнь. Я всё это приняла как с руки Его. Сначала, конечно, я была же молодая, боролась за здоровье, но недолго у меня эта борьба была. Когда я увидела, что меня начали посещать в доме моем верующие, они верующие приходили, слушали, с моей деревни, из других деревень, и они начали каяться в доме моем. И я сказала, Господи, дай мне силы, и я всё буду терпеть, лишь бы эти люди каялись. Как быстро или когда вы получили какое-то внутреннее свидетельство? И что это было за свидетельство? Когда приехали меня посетить и сказали, давай, Женя, будем молиться, чтобы тебя Бог исцелил. А я сказала, я не хочу исцеления. Я чувствую себя полностью готовую до встречи с Богом, и я хочу на небо. Я не хочу. И тогда Господь сказал, своими глазами увидишь, как народ будет идти, даже бежать в дом твой, и смотреть, как на зрелище, что сделал Бог. Это были советские времена, это были времена тяжёлые. Когда вы попадали в больницу, и наряду со своим страшным диагнозом, со своей болезнью, вы исповедовали Бога. Как это объясняли врачи? Какая была их реакция? Врачей вообще, на то, что вы человек верующий? Некоторые врачи запрещали, не говори о Боге. А некоторые сами приходили слушать и удивлялись, как это ты так можешь? Это, наверное, твой Бог тебе силу даёт. И я отвечала, да. Мне Господь силу даёт и укрепляет меня. Вы можете вспомнить и назвать тех врачей или тех людей, которые были причастны, видели вас, людей атеистов видели вас в время болезни, и потом где-то, когда-то встречали вас человеком здоровым. Даже первая, Ольга Савич, району нашего Острожицкого, секретарь райкома, она меня много раз посещала и угрожала. Не говори, не говори о Боге, не говори о Боге. Но когда меня Бог исцелил, когда я была ещё больна, и она видела, что я твердо веру Богу своему. И она сказала, когда тебя Бог исцелит, что ты Ему так веришь, то тогда уже и я стану верующим. Но когда Бог меня исцелил, то на сейчас я думаю, что она верующая, но я не могу сказать. Но она прислала письмо мне сюда, в Америку, и она такую хорошую статью написала, и я с этого письма думаю, что она верующая. Это секретарь райкома первая подтверждает. И много других свидетелей. Я лежала в участковой больнице в Сиенцах, деревня Сиенцы. Там была Зоя враж, там был Николай враж. Потом в районной больнице, да много в больницах лежала, в районной больнице лечили меня врач Володина, врач Ольга Матвеевна, и врач Гребенюк, Петро Остапович, и в областной больнице тоже, там много врачей могу назвать. И в других участковых больницах полно. Лечили, и все надо мной руками развели, все сказали поздно. А потом, с какими вам пришлось видеться после исцеления? Да, потом виделась с врачами, и они сказали, точно тебя исцелит Господь твой, которому ты верила. Я когда в больнице в областной лежала, я лежала на третьем этаже, а когда оставалась одна в больнице, то я сильно громко пела. И когда меня Бог исцелил, одна в палате оставалась, а все больные уходили. А когда меня Бог исцелил, и было пяти минутка врачей, ну, туда же медсестры входят и нянечки, и главврач сказал, кто з вас знает Полищук Женю? И они все ответили, что мы все знаем. Они приходили на меня смотреть, как на забавного певца, что я могла петь. Крыва горбатая. И главврач сказал, кто з вас знает, они все сказали, знаем. И спросили, что она умерла? И главврач сказал, нет, сказали, что ее Господь исцелил. И это все ответили, потому что она пела-пела, пока ее Господь исцелил. Они все равно этим самым доказали. Евгения Григорьевна, расскажите, пожалуйста, и как можно детально опишите, как вы выглядели в годы вот самой жестокой болезни? Когда я была больная, я была очень скручена, сухая. Ноги у меня закрутились одна за другую, в коленках ноги согнулись и прижались к моей груди. Однажды два молодых человека вошли в ее дом, чтобы сделать фото. Женя сильно противилась, но они ответили, так надо. Сегодня это единственная фотография, подтверждающая ее состояние болезни. И вот на кого я была похожа. Можете представить, когда я была больна, я в таких платьичках лежала и вся вмещалась в этих платьях. И это платье было длиннее ног моих. Мне так шили платьичка, правая сторона ровно, потому что я на правую сторону только лежала, а лево в складке, чтобы меня вот так у скрученную покрывали. Это и есть то самое платье, или вы просто копию сделали? Нет, это платье у скрытия. Именно сохранилось то платье, в котором вы лежали. Да, это платье сохранилось, я его храню как постель. Что Христос сказал, встань, возьми постель, иди и скажи, что сотворил с тобой Бог. Так, и возле вас лежит также другое платье. Что это? А это платье другое, когда мне было очень плохо, и все видели, что я уже буду умирать. Умирать. И друзья мои, которые посещали, решили пошить мне платье на смерть. Они у мамы моей спросили. На смерть? Да, на смерть, чтобы похоронить меня в этом платье. Они видели, что уже все, жизнь к концу идет. И они это платье пошили, и принесли, и подарили это платье, когда у меня по платье был день рождения, а друзья не знали. И они принесли на день рождения платье на день похорона для меня. Евгения Григорьевна, а вы слышали, вы знали, как вы среагировали, что у вас в душе вообще происходило? Или вы не знали, что вам принесли платье на день смерти? А они мамочки давали в другой комнате, я как-то услышала. И когда подошла до меня Нагорна Аня, она это платье сошила, и я ее спрашиваю, мне кажется, что ты платье принесла. Она молчала, не хотела показать, но потом показала. Показала это платье, а я говорю, еще на меня положили, еще на меня положили, и платье сочинили в хате большой. Почему вы это платье храните? Ну, я понимаю, то платье, а это платье просто потому, что все-таки вы остались живы, да? Да, это платье как музей. Да, это платье принесли мне на день рождения, на день похорона моего, а в этом платье я сочеталась. То есть, так действительно было? Вы именно это платье одевали на день вашего брака? Да, да, на день рождения. Так брат, который сочетал, он спросил, ты это платье, которое тебе пошили на день похорона, сохранила? Я говорю, да. А он говорит, вот на свадьбу ты его одень. И я одела это платье. А сегодня всем показываю, какой наш Бог чудный. В 88-м году Евгения Григорьевна выходит замуж за Николая Косюгу, жена которого умерла в 86-м году, оставив восьмерых детей. Как вообще дети? Вот, самый маленький сколько было? Самому маленькому было пять год и, кажется, пять месяцев. Пять лет, это Сережа, да? Да, Сережа. Как вот он воспринял, когда Евгений Григорьевна пришла в ваш дом? Вот, это чудесно, просто я не ожидал этого. И, как бы сказать, ну, можно настроить детское сердце, но, как детское сердце это воспринимает, и реальность самая показала то, что действительно, что было и есть. Когда она пришла в нашу семью, и вот так он прибежал моментально, встал возле ее, так близко, притулился к нее, значит, она посмотрела и взяла ее на руки, и он так смотрит в глаза и говорит, мама, скажи, где вы так долго были? Вы больше меня не бросите? И она говорила, я пауза, замолчала, и думала, не держу ее на руках, говорит, нет, Сереженька, я тебя никогда не оставлю. Где я буду? Сколько я буду? Я буду стараться, чтобы ты был со мной. Да. Я понял, что Господня забота, Господня милость, никто другой. Я ему никогда это не говорил, мысли это не имел, но Господь сам так устроил, что его детское сердце почувствовало вот эту заботу, что это Господь позаботиться послал в дом для его мамы. А еще мне интересно, вот вы знаете, сколько лет вы вместе? Да, уже 15 лет. 15 лет, да. Вообще, что вы можете сказать Евгении Григорьевне? Что-то в ней есть? Вообще, отпечаток какой-то Божьей работы, чудо? Бывают такие моменты, что вдвоем беседуем и я говорю, Женя, я еще этого не слышал. 15 лет живем вместе и такие эпизоды она вспоминает, действительно стоит внимания. И я всего этого понимаю, что она отдана совершенно Господу. в Божьей работе, что прославился Господь в жизни. И она всегда говорит, вот сколько она потрудилась сама 10 лет, 15 лет вдвоем, уже, как бы сказать, умножилось это свидетельство. Я и она, и она говорит, я еще мало прославила Господа. Как происходило само исцеление? Вообще, день, этот день, или этот час, или это был процесс? Как быстро это произошло? При каких обстоятельствах? Меня долгие годы возили из больницы, в больницу, я долгие годы лежала по больницам, потом с областной больницы отвезли меня в районную больницу, чтобы с районной больницы отвезли меня домой. И когда с районной больницы отвезли меня домой, чтобы я уже дома умерла, потому что и мамочка моя очень хотела, чтобы я дома умирала. Но 78-го года, 7-го месяца, 10-го числа врачи посетили меня поновить мне группу, потому что у меня окончился строк инвалидности. И когда они поновляли группу мне, и я попросила врачей, чтобы мне взяли в больницу. А в больницу я не хотела, ну, надо что-то говорить врачам. И тогда один врач, Петро Остапович, подошел до меня и стал и говорит, Женя, не объезжайся, мы тебя в больницу не станем забирать. Ты знаешь, Женя, что ты будешь лежать до этого времени. Ну, пока, бедно ты, Женя. И так надо мной еще руками развел. А доктор Гребенюк сидел возле стола, а Петро Остапович возле меня стоял. Это с района комиссия, врачи. И я так посмотрела, говорю, что я буду лежать, пока умру? Говорят, нет, я верю, что мой Бог меня исцелит. Но я пока больна, но я верю. И врач на меня так посмотрел, посмотрел, один, второй, и сели до стола, и кончили писать, и сказали, а документы придут по почте. Это было 10 числа. А 19 числа, это все в этих полторы недели делается. Так, так. А 19 числа, утром, я слышу, что-то совсем другое, нежели все годы болезни. И я говорю, Господи, а что будет сегодня со мной? А потом сама себе отвечаю, знаю, сегодня у меня будет день перехода. Христос, сегодня у меня встреча с Тобою. У меня грудь, кажется, такая большая, большая стала, наполнилась радостью. Друзья, никому не могу передать тот радость, и какая радость была у моей грудь, тот часть, что сегодня у меня встреча со Христом. И я молилась за этих братьев, которые придут первые до меня в дом, чтобы Бог дал им смелости, чтобы они меня поломали и в гроб прамую положили. Что? Что вы говорите? Да. Я не для себя это хотела. А зачем? Зачем это? А меня многие посещали, плакали, говорили, как будет ее положить в больницу? На спине большой горб. В смысле, в гроб как ее положить? Да, да, да. Колени на грудях, где будет руки сложить. И я хотела, чтобы поломали в гроб прамую положили. И я еще хотела, чтобы мамочка моя до меня подошла и хотела сказать мамочке, чтобы на день похорона не завязывала черный платок, только белый. Я это говорила мамочке, друзьям некоторым и сестрам своим. Я уверена в спасение. И я говорила, чтобы белые платочки завязали, но я не успела. До меня приехали брата, два молодых брата. И еще были посетители в доме моем. Они зашли в мой дом, этих два молодых брата посмотрели на меня и спрашивают, сестра, сколько ты болеешь? И я сказала, скоро будет пять лет. Я все годы в свою болезнь не вчитывала. И один брат спросил меня, а что, ты не веришь, что тебя Бог может исцелить? Я говорю, веру. Брат подошел, березюк Дмитрий, до меня, взял Библию и начал читать. И когда он читал, я почувствовала что-то в середине, что я не могу вам всем передать. Но если вы будете все верить в Бога, то вы почувствуете Его. И я говорю, молитесь уже. А он спросил мне, а ты веришь, когда мы будем молиться? А уздоровит тебя Господь? Я говорю, веру. Все склонили колени, а этот брат положил свои руки на мою голову, тоже склонил колени возле постели моей и почали молиться. И в непостижимой быстроте я вскочила на свои ноги. И я сильно начала кричать, слава Богу, слава Богу. Когда я вскочила на ноги свои, то я видела, как друзья, которые стояли на колени, держали руки вот так, возле уха. Я потом их спросила, почему вы так руки держали? А они говорят, сильно кости хрустели твои. Были они приятно слушать. И мы хотели ухо закрыть и не вспели с такой быстротой. То есть вы имеете с быстротой просто моментально вы встали. Моментально. Я не чула хруст колен, кости свои, я не чула, что у меня хрустели кости. И боли я не чувствовала. В тот час у меня была соседка в доме моем. Дуся. И она выбегла с дома моего, как самаранка, побежала по всей деревне, говорит, люди, идите, смотрите. Бог чудо сделал, Бог женю истилил. Когда меня Бог истилил, то постель почему-то лопла наполовину. Вы имеете в виду прямо кровать? Да. Переломалась кровать? Да. Сколько год лежала, она была целая. А то переломалась. И я смотрю в окошко, люди, одни идут, а другие бегом бежать. А я думаю, а куда они? Я смотрю, они по улице до меня в дом. И коммунисты переступили порог дома моего и цепеневшись стали. Не могу в дом дальше зайти. Коммунисты прошли дальше, посмотрели на меня, посмотрели. И стали все на колени, руки вот так сложили. Глаза кверху поподнимали, постояли на колени и вставали с колен и меня приветствовали. Кто как понимал. И я говорю, Господи, Ты мне Духом Святым сказал, что я не умру, пока не увижу своими глазами, как народ. Буду и ты даже бегом бежать в дом твой и смотреть, как на зрелище, что сделал Бог. Господи, сегодня вот это зрелище. Коммунисты на колени склонились в доме моем. И мы все благодарили Бога. Все исполнится, что было сказано Духом Святым. Хоть я не молодая, но я молодая, сегодня прекрасно могу стать перед всем народом и перед Богом хочу прославить его, потому что он достоин славы, наш Бог живой. Слава ему! Вы можете взять на себя такую роль и сказать открыто, что вы свидетель всех этих событий, которые произошли в жизни Евгении Григорьевны? Да, я живой свидетель. Я Валентина Гульчук, жителька села Могилляни Ровенской области. То есть недалеко от села Бухарев. Женя, когда была здоровая, она приходила до нас, посещала нашу церковь. А когда она начинала болеть, она приходила до нас уже с палочкой, я ее видела. Потом я ее видела на костелях. А когда она взгляла полностью в костель, я ее очень часто навещала дома, в больницах. Я своими руками ее обводила, ее тело. Когда никого не было, просто я сама была. Я видела ее той горб, я видела, как ее ноги были ось тут. Одна нога была под рукой, одна тут, давила ее. И это невозможно было выровнять. Это была такая параллель. Вона такая была художенька, такая была одна только шкура и костя. Мы даже удивлялись, ну, как могла людина такая худая бути и так спевать. Вона спевала в небесном доме всегда. Но когда я пришла с работы и мне сказали, ты слышала о Жене? Я говорю, что умерла? А она говорит, нет, Бог Женю исцелил. Мы пешком, нам надо 12 километров ехать, автобуса не было. Мы пешком бежали, потом нас автобус догнал, взял, мы прибежали, смотрим, она стоит, но она была очень-очень худенькая. Но стояла. Стояла на ногах, она руками вот так делала, ногами, даже подпрыгнула, ну, рассказала все, как было. Потом мы все плакали, молились там вместе. Когда идем домой между собой, говорим, это Бог так сделал, чтобы ее положить ровную в гроб. Вот такими верующими были. Да, да. Я говорю, ну, потому что она такая худенькая, когда она станет нормальным человеком? А я потом видела, какая она, как она быстро все-таки набирала. Могу сказать, что это истина, правда, это не выдумка, это все правда. Я как живой свидетель. Спасибо. Вы имеете пророческий дар от Бога? Да, поистине так. У нас произошел даже вот с Игорь Григорьевичем один такой момент в жизни нашей, где мы были в ровном служении, посетили служение на своей машине, и нам там сказали, что в деревне Бухарив лежит такая Женя парализованная. Ну, и мы решили посетить ее. И вот, когда мы посетили, конечно, очень скорбно было на сердце, смотря на ее, она лежала очень такая скручена, невозможно было распознать, где ее ноги, где, значит, руки, волоса не было совершенно на ней голове. Ну, когда все же мы побыли какое-то время там и совершали молитву, то Господь через мои уста проговорил вот эти слова, которые она сегодня свидетельствует, что люди будут бежать и смотреть, какое чудо Господь совершил. Ну, мы все человеки, тогда я подумал, Господи, если это Твое, то будет Твоя воля. Что мне было особенно, для меня это интересным даже, посмотреть было на Женю, которая лежала в маленькой кроватке, примерно где-то, может, 80-90 сантиметров была кроватка, маленькая, сделана руками плотников или стройлер кто-то делал, и она в этой кроватке помещалась, и мне было даже неприятно смотреть на ее состояние, в каком она состоянии была. Она была скорченная, на голове несколько волосинок было, она постоянно, то есть, в то время лежала на левом боку больше, горб был виден, большой горб у нее был, даже показывали для нас, ее мама, по-моему, открывала показы пролежни, где в ее были пролежни страшные, это, там гноились они, это было ужасно смотреть, и когда мы уже собирались отъезжать, отъезжать собирались, то через брата Николая Бог проговорил такие слова, это я позже, уже понял позже, что Бог проговорил, но когда мы сели в машину, и я задаю вопрос, говорю, Николай, ну и ты влип, вы знаете, мне было это ну не по себе, что в таком состоянии человек, и он проговорил такие слова, что будет смотреть в окно, показал даже своей головой, как будет в окно смотреть, как будут люди бежать, как будут забегать в дом, как будут падать на колени, как будут говорить, что Бог совершил чудо, и как позже люди будут выходить из дома, бежать по деревне, и говорят, пойдите, посмотрите, Бог с Женей совершил чудо. Вы не могли это сопоставить, это улежащий человек. Поэтому я ему сказал, ну и ты влип, для меня было непонятно. В каком это году было, когда вы видели ее больной? Я ее видел, по-моему, это был 1977 год, когда я ее видел, это осенью, мы были в служении. 1977 год, осень. Да, да. И когда вы ее увидели уже здоровой? Уже в 1978 году вдруг сижу в служении и своим глазам, когда она сказала, что я Женя, я не представлял ее, в каком виде я ее видел, скорченную, больную, которая была сгорбленная, которая была всего лишь, вмещалась до метра кроватки, и тут вдруг стоит прекрасная женщина, на возвышенном месте стоит женщина, одетая в прекрасное платье, прекрасный, пышный, черный волос, у нее на голове, и она начинает свидетельствовать. И когда она засвидетельствовала, я тогда начал представлять ее черты лица, что да, это она. Когда она рассказала свидетельство, я тогда вышел, я не мог дождаться ее какой-то паузы, и я не дождался конца. И когда была пауза в ее речи, я выскочил, подбежал, рядом стал с ней и засвидетельствовал, что какой я ее видел, это действительно, это все правда. И я теперь вижу, что Бог это совершил. Это удивительное свидетельство исцеления можно закончить словами письма Ольги Савич, бывшего секретаря райкома. Она пишет, «Я посторонний человек и много раз встречалась с Женей во время ее болезни и утверждаю, происшедшее с ней есть чудо. Я имею высшее юридическое и медицинское образование, много читаю, всю жизнь работаю с людьми, но такого чуда, что произошло с Женей Полищук, ни в жизни, ни в медицинской практике не встречала. В момент исцеления Жени я находилась на лечении в санатории. Внезапно мне позвонил муж и сообщил, что Женя исцелена. Я, не окончив курс лечения, выехала во строк и сразу приехала к ней. Мы встретились у нее в доме. Она потихоньку, держась за табурет, ходила по комнате. Ее рассказ о моменте исцеления был настолько волнующим, что мы обе плакали, хотя раньше во время болезни я ни разу не видела Жениных слез. Да, она живое свидетельство того, что может делать Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова